всем здорова здравствуйте здравствуйте меня зовут аркадий как вас зовут нажмите лайкосик пожалуйста напишите комментарий короче давайте с вами на этом уроке разберем клик обычный клик да мы с вами уже делали клик встречается на каждом шагу но иногда нужно сделать клик по координатам например или клик правой мышкой кнопки или двойной клик давайте сегодня разберем с вами эти клики на прошлом уроке мы с вами закончили вот такой тест с классной функции которая у нас удаляет строки вы можете ее усилить эту функцию добавить еще сюда аргументы которые будут допустим добавлять нам возраст или там не знаю описание то есть то что в других ячейках вот в этой строке и сверять можно когда совпало у нас и имя и возраст и email там и по всем и только тогда нажимать клик удаление можно так сделать но мы на этом не будем застрять внимание мы будем с вами изучать клик вот давайте я сделал вот такой новый describe я добавлю сюда таким способом в этот раз . он ли это говорит о том что будет запускаться только этот describe в describe мы пишем it я уже нашел селекторы которые мы будем использовать для кликов для того чтобы видео было чуть чуть побыстрее и ты мы с вами давайте сделаем it скопируем который у нас навигацию выполняет только вот здесь мы сделаем с вами другой элемент я его уже добавил это баттон section я его назвал секция кнопочки она у нас вот здесь после таблиц следующая баттонс не забывайте когда вы переходите в какую-то секцию помимо этого нужно добавить экспекты что у нас должно отобразиться по умолчанию там на странице заголовок допустим не знаю url включать должен в себя баттонс должны присутствовать вот такие кнопочки такое то у них имя там они содержат вот такой-то текст все это проделывайте но мы этот шаг пропустим сразу к действиям баттонс экшенс по классике кликаем проверяем что он стал активным дальше добавим это я все естественно лишнее убираю я добавлю тест 1 it назову его waiting то есть ожидания и мы будем ожидать элемент так элемент page и потом дабл клик я уже нашел селектор для этой кнопочки вот я добавил его page под дабл клик вот можете посмотреть решетка дабл клик btn но лучше потренироваться и найти его вот здесь где он у нас есть суть в чем у нас есть обычный клик допустим мы кликнули появилась надпись динамик клик здесь обычный клик не работает у этой кнопки здесь обязательно нужно кликнуть правой кнопкой правой кнопкой кликаем появляется райт клик а вот если здесь правый клип к правой кнопкой мыши кликнуть то у нас обычно это менюшка появляется здесь обычный клик здесь правой кнопкой здесь обычный клик не работает правой кнопкой не работает здесь нужно именно быстрый двойной клик сделать. Так, ну что, поехали. Селекторы находим вот этой строчке, вот этой и вот этой. И селекторы кнопочек. Я селекторы кнопочек сделал в виде массива. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот. Вот таким вот образом. Точка mt4 button.btn primary. Или primary. Array button click я ее назвал. Соответственно, первый элемент верхняя кнопка, второй элемент вторая кнопка, третий элемент, соответственно третья кнопка. Но в массиве считается все с нуля, поэтому нулевой, первый и второй. Дожидаемся кнопку button double click. Чтобы прежде чем кликать, мы дожидаемся появления этой кнопочки. Потому что тест работает быстро. Иногда он начинает пытаться кликать до того, как кнопка появилась. Поэтому вот это ожидание мы сюда вставляем. По умолчанию в конфиге у нас стоит 5 секунд. Но, напоминаю, мы можем задать здесь любое время ожидания. Так. Давайте сделаем следующий тест. 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 Назовем его динамик. Что я неправильно написал. Через Y. Да. Динамик. Динамик. Клик. Динамик клик. То есть, это обычный самый стандартный клик по кнопочке. Так. Element page точка array button click. Мы берем с вами второй элемент. То есть, у нас кнопочка обычный клик. Она у нас третья. Вот. Раз, два, три. Третья кнопочка. Соответственно, ставим двоечку. Точка. Клик. Все. Вот это команда выполняет клик. Дальше мы добавим await expect. Естественно, клик у нас что-то делает. Правильно? Element page. Я назвал result one click. То есть, строчка, которая у нас появляется после одинарного клика. И напишу так to have text и текст я напишу вот такой динамик клик. Все. Вот такой тест. То есть, переходим на страничку, на button секцию, ждем появления кнопок, делаем обычный клик и видим, что у нас появилась надпись клик выполним. Запускаем. Все. Ну, соответственно, все быстро просто прошло у нас. Вот наши тесты. Navigate, waiting, dynamic. Все. Обратите внимание, что выполнился только этот describe, потому что здесь стоит only. Для написания тестов это очень удобно. Вам не нужно запускать все предыдущие тесты. Вы можете какой-то первый тест навигацию копировать, но когда вы все тесты допишите, вам надо будет, допустим, один раз открыть страницу и много-много шагов делать. Вы просто эти тесты поудаляете или поставите вот здесь X у этих первых тестов навигации и все. Они будут слепые, они не будут выполняться. Так, смотрите, что можно сделать с кликом еще. Иногда, я, конечно, не встречал такие кейсы, но иногда нужно кликнуть по координатам, то есть взять элемент, либо у браузера координаты, то есть тут может быть не элемент, а тут может быть просто надпись браузер, клик и вписать сюда координаты. Но давайте мы кликнем по элементу, по координатам элемента. Фигурные скобки открываем. Внутри фигурных скобок у нас есть опции. Опции у нас есть следующие. button, то есть мы должны выбрать какая кнопка мыши у нас. Right, Middle и Left и мы можем их назвать просто цифрами. 0, 1, 2. 0, левая кнопка мыши, 1, средняя, 2, правая кнопка мыши. Соответственно, правая кнопка мыши, если нам нужно будет, это мы сейчас в следующем тесте сделаем, это мы здесь впишем такую опцию. Но мы можем, допустим, так как у нас клик выполняется в центр элемента, мы можем сделать смещение, допустим, по иксу, да, по иксу, двоеточие, на 30 пикселей. То есть от центра вправо сместиться на 30 пикселей и сделает клик в эту точку. а вот в принципе давайте запускать тест, чтобы он нас кликнул с отклонением по иксу от центра на 30 пикселей. Если нужно влево отклонение, то тогда ставим минус 30. ждем элемент. ну тут крутит, как обычно, можно вот так Enter нажать. Да. И он у нас не нашел не нашел текст, потому что он у нас не смог кликнуть. отклонение по иксу 30 клик 2 клик 2 клик А вот даже описание тут x не, я все правильно сделал. Давайте еще раз запустим. Сайт, который мы используем, напичкан рекламой и она бывает всплывает и перекрывает элементы. Это немножко, конечно, подбешивает. А вот сейчас прошло успешно. Видите, он кликнул. Иногда вам нужно еще и по икс, по икс отклонение просто через запятую. Вот видите, здесь есть варианты button, y и еще какая-то фигня, тут булево значение skip-релиз. Я никогда это не использовал, что-то он пропускать ли что-то, пропускать или не пропускать что-то, я, честно, можете почитать, опять же, на сайте webdriver.io, там про каждый элемент расписано и про каждую вот эту вот функцию, про каждый параметр. Давайте добавим y и допустим 5, да, по y, давайте минус 5, вверх, то есть отклонение сделаем, минус 5, то есть по x у нас вправо на 30 пикселей и по y вверх на 5 пикселей. Еще раз запустим и переходим к правому клику. Да, все успешно прошло. Так, давайте следующий тест назовем его right click. Так, это у нас кнопочка средняя, так что здесь единичку добавим и вот здесь x y мы убираем, но выбираем параметр pattern. Вот он, pattern, двоеточие, смотрите, правую кнопку мыши мы можем либо поставить просто двоечку, это будет правая кнопка мыши, либо в кавычках написать я не помню с большой буквы или нет, right сайт, переходим вот сюда в клик сайт api webdriver.io api элементы клик так, вот у нас описание, а вот смотрите опция button она может быть либо строкой, либо числом 0 это left middle с маленькой буквы вот двоечка right вот такое мы напишем right как бы правая кнопка button двоеточие и указываем параметр right так так и здесь у нас result не one клик а у нас result right клик опять же повторюсь я нашел уже все эти селекторы вот этих вот строчек где у нас результаты они у меня уже заготовлены они все в пейдже элемент page вот они у меня здесь сохранены вы постарайтесь потренируйтесь сами добавьте так и текст у нас здесь не динамик клик а у нас right клик так ну смотрите если кнопочку вот эту обычным кликом нажимать она не сработает текст вот этот не появится при запуске тестов только сработает правый клик мыши так что проверяем здесь по координатам здесь правый клик запускаем тесты как я вот это не люблю все успех ну и давайте сделаем дабл клик дабл клик здесь у нас нулевая кнопочка то есть она первая у нас в списке идет вот этот мы убираем клик и в веб драйвер ио есть готовая команда дабл клик вот так собственно все результат дабл клик у нас должен появиться и текст мы ожидаем вот этот дабл клик вот так по моему даже правый клик мыши по моему тоже есть в веб драйвер его готовый клик правой мыши вот но в документации написано именно вот так использовать что это клик и ты указываешь параметром какая это кнопка мыши вот по умолчанию это левая кнопка ну то есть обычный наш клик одноразовый так ну что запускаем тесты давайте сделаем небольшие паузы после каждого нажатия чтобы просто посмотреть что у нас текст появился await браузер пауза 2 секунды сделаем паузу здесь и здесь после каждого клика 2 секунды паузы просто смотрим что появился текст запускаем раз два три все успех успех так давайте посмотрим по поводу клик правой мышкой right click просто и дешка подскажет есть ли такое так клик и дабл клик элемент клик тут элемент отойти надо позишен клик touch клик не right нету готового поэтому надо использовать вот так как в документации вот здесь если вам нужно получить какой-то размер элемента но он не всегда по всей своей границе как бы кликабельный допустим вам нужно получить давайте вот так let wait равно await давайте вот этот же элемент вот этот который кликаем по координатам точка get get size get value get max get attribute да get size и здесь нужно нам указать кавычках я даже неправильно написал вид и вид надо можно вот так скупировать я просто для простоты понимания вот так сделаю так и мы выведем просто влог влог вот эту вот переменную и такое же мы сейчас с вами сделаем для высоты wait вот для высоты то есть мы сейчас выведем ширину и высоту напишем влог перед тем как кликнуть просто посмотреть размеры элемента опять же эти размеры при ширине экрана 1920 на 1080 это то что у нас в настройках стоит при другом разрешении размеры могут измениться все и когда вы запускаете тесты размеры также могут измениться вот смотрите иногда нужно кликнуть допустим там по процентам разделить вот этот вот размер элемента разбить по процентам и тогда уже применяются математические операции допустим мы получили размер элемента какой-то он у нас есть определенный там прямоугольник или квадрат там не важно мы получили его размер и рассчитали просто математически допустим нам нужно там от центра там перевести в какой-то угол потом в другое место то есть я в своей практике встречал как раз тест я делал для подписания вот это электронное подписание когда к сенсорному экрану пальцем прикладываешься там этот канвас то есть это такой элемент в котором там рисование различное выполняется либо кодом но у нас было рисование именно тач вот это вот пальцем прикладываешь и рисуешь если ты мышкой используешь то ты мышкой как бы в это поле зажал и с зажатой кнопкой мыши ты выполняешь вот это рисование я делал это как раз вот с помощью веб-драйвер его только не клик а там есть тач экшен такая штука тач экшен и там как раз типа набор тач экшен вызываешь и там набор действий там есть пресс нажимаешь пресс это типа имитирует зажатие мышки потом муфту указываешь координаты потом муфту в другую сторону куда-нибудь муфту в третью сторону но чтобы чтобы у тебя за границы элемента твоего не выходили как раз у меня сначала рассчитывались математические операции определенные выполнялись откуда начать вот в этом элементе и там рандомное число допустим там есть ширина 100 пикселей и у меня там рандомное число не превышающее столько-то пикселей и там вот этот расчет и по сути я такую крикозяблю рисовал таким вот способом имитируя подпись человека ну соответственно она не волнистая была там какие-то линии несколько линий но суть в том что я использовал веб-драйвер ио и там это возможно помимо того что с кликом можно делать можно еще имитировать зажатие мышки с зажатой мышкой перемещения в какие-то точки и потом отпускается мышка и все собственно там что-то нарисовано мы потом можем сразу же хлопнуть допустим скриншотным тестом проверку здесь или отправили допустим этот рисунок а где-то потом в другом месте мы там из базы его вытянули каким-нибудь нажатием на что-то там и мы скриншотным тестом проверили то ли там у нас то что мы сделали и каждый раз при запуске теста эта штука рандомная то есть она не может быть с прошлого теста идентичная вот соответственно вот такой тест пробуйте применяйте вот если у кого-то есть какие-то вопросы по своим проектам кому-то нужно помочь внедрить автоматизацию если у вас нет еще автоматизации на проекте если вы ручной тестировщик но хотите все это реализовать в своей компании это возможно у меня есть опыт и в этих делах и пишите пишите лайк комментарий email в описании видео написан можете писать будем разбирать с вами индивидуально на этом все всем пока до нового урока урока